В гостях у Росгвардии сегодня побывала юная жительница Тиберды Маргарита, будущая мечтающая стать кинологом. Специально для нее сотрудники регионального управления провели экскурсию по кинологическому городку. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Юная жительница Тиберды Маргарита в сопровождении мамы посетила этот кинологический городок в рамках постоянной ведомственной рубрики «В гостях у Росгвардии». Вот-вот должна осуществиться ее мечта – ближе познакомиться с работой кинолога и узнать как можно больше адресировки четвероногих специалистов по некоторым видам служебной деятельности. По словам самой девочки, изначально она думала, что встретит большое число собак, которые будут громко лаять, возможно, пытаться укусить. Однако на деле все оказалось иначе. Экскурсия началась около вольеров с питомцами. После прибытия на кинологический городок специалисты начинают свой день с выгуливания своих служебных собак, далее идет у нас кормление. Давай, попробуем выгулить собачку. Этот немецкий Курцхар попадает в объектив видеокамеры в первый раз. Впрочем, несмотря на отвлекающие факторы, он четко выполняет все команды кинолога Артема Будникова. Отпускает собачку. Рядом. Курц. Рядом. И дальше отправляет ее в свободное состояние по команде гулять. Гуляй! Маргарита мечтает стать кинологом. В городок она и приехала, чтобы ближе познакомиться с этой профессией. Но и в качестве юного журналиста девочка тоже неплохо смотрится. Сложно ли быть кинологом? Ну, не очень сложно. Главное, свою профессию знать, знать материал по своему роду службы. И постоянно обучаться. Потому что вся наша жизнь – это обучение новым методикам дрессировки. И соблюдение правил ухода и содержания служебных собак. Маргарита умело преодолела полосу препятствий под руководством опытных наставников из Росгвардии. Затем понаблюдала за работой четвероногого поисковика взрывчатых веществ. И продолжила изучать специфику дрессировки питомцев. Можно ли обучить взрослую собаку? Конечно, можно. Любую собаку можно обучить. Главное, чтобы желание было. Ну и терпение. Они, знаешь, очень резвые, очень веселые. С ними никогда скучно не бывает. А так, для первых шагов, чтобы таксу обучить, мы используем корм. Там подкармливаем. Если он сел, мы даем чуть корму. Если он команду дал, он лег, мы еще корм даем. Чуть позже школьница поделилась своими впечатлениями от экскурсии и знакомства со служебными собаками. Моя мечта осуществилась. Я посмотрела, как работать им, как учить собак. Мне очень понравилось. Я очень благодарна Росгвардии и вам за осуществление мечты ребенка, что она побывала в этом месте, прочувствовала душой и сердцем, увидела своими глазками эту работу. Большое вам спасибо. Артур Мухцелий, Бастанов, Вести, Карачаево, Черкисия.